Винтовки, карабины и даже легендарный пулемёт «Максим». Юный армеец Александр Колесников уверен, что такой коллекции оружия, как в их 27-й школе, не сыщешь даже в городских музеях. Мы передаём образ солдат, славим их подвиг. Перед началом форума участники могли послушать занимательный рассказ об оружии «Победы». Лента пулемётная на 200 патронов. Сама эта конструкция весит 64 килограмма. 5 литров воды заливалось вот сюда. За всю войну такими установками было сбито около 2,5 тысяч немецких самолётов. Открылся форум концертом. Слушая песни о войне, зрители едва сдерживали слёзы. Но где-то до сих пор идёт война. И сколько их ещё, наверное, будет солдат, не возвратившись из войны. Такой форум проводится у нас на Ставрополе второй раз. Но, как и в прошлом году, цель его остаётся прежней. В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне перед нашим народом стала очень серьёзная проблема. В мировом сообществе появляется желающий оскорить подвиг советского народа, поставить под сомнение неоценимый вклад нашей страны в Победу во Второй мировой войне. Поэтому именно сегодня перед всем российским обществом стоит серьёзная задача. Задача сохранения памяти, а самое главное – преемственности поколений. Видно, всё-таки деды не добили эту заразу фашистскую, бендеровскую. И эта нечеловекопедобная, извините за рождение, обезьяна Обама пытается переписать историю. На праздничный концерт пришли и ветераны. Иван Семёнович вспомнил, как его отряд попал в окружение. Спасли их две девочки, 7 и 8 лет. Они пробрались в стан врага и оценили силы противника. Посчитали, что немцам 72 человека, танков 24, что танки друг с другом связаны тросами. Значит, для командира понятно, что нет горючим. Весь народ был одной идеей объединён. Только сплочённость. После торжественной части форума «Практическая». Обсуждали, как преподавать историю в школах так, чтобы у детей не было сомнений. Великая победа – заслуга советского народа. И когда из уст в уста передаётся эта история, когда наши школьники, когда наши ребята, когда наши дети, когда наша молодёжь слышит это и запоминает, и потом будет рассказывать своим детям, вот эта историческая цепочка, она не должна прерываться. Форум даёт возможность не только ещё раз вспомнить о подвиге наших предков, но и показать, как важно сохранить историю и воспитать наших детей настоящими патриотами. Алиса Вартазарян, Александр Колодко, Ставропольское телевидение.